Эфир телеканала ННТ, продолжают новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Приступы удушья и зуд. Жители улицы Лучхозская, 34, жалуются на соседство раздражающего сорняка. Кашляю, спать невозможно. По этой причине здесь вокруг находится амброзия на полях. Не убирают в течение 4 года, как я знаю. Поэтому надо принять меры какие-то по хозяевам. Возвращенные земли 600 квадратных метров вернули в муниципальную собственность власти Махачкалы. Решением Советского районного суда города Махачкалы оставлены без изменения апелляционного определения Верховного суда Республики Дагестан. Исковые требования администрации города удовлетворены в полном объявлении. На основании, садпишу законную силу судебного акта, администрации города направлено заявление в Управление Росредства по Республике Дагестан для снятия с кадастрового учета незаконно оформленного земельного участка. Свыше 200 транспарантов в честь дня рождения столицы Дагестана украсили центральные улицы. Город готовится к 165-летию. Военный комиссар Дагестана Дайдбек Мустафаев подписал приказ об объявлении частичной мобилизации в Республике. Всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, солдатам и матросам запаса, постоянно проживающим на территории Республики Дагестан, имеющим мобилизационные предписания или получившим персональные повестки военных комиссариатов, приказано явиться в сроки и пункты, указанные в персональных повестках. Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военных комиссариатов, муниципальных образований, выезд за пределы района временно запрещается. И к другим темам. Жители улицы Учхозская, 34, атакуют амброзия. Люди жалуются на соседство раздражающего сорняка и на то, что в сезон цветения растений невозможно выйти на улицу. Появляется сыпь на теле, начинаются зуд и приступы удушья. С опасным растением и теми, кто от него страдает, познакомилась Патимат Ханапова. Ей слово. С виду это неприметный сорняк без характерного запаха, но на деле крайне опасное растение. Несет большую угрозу для здоровья людей, особенно для аллергиков. Потому Магомеду Гаджиеву соседство с амброзией стало невыносимым испытанием у мужчины. И без того диагноз – бронхиальная астма. А амброзия только усугубляет ситуацию. Глаза слезятся, чешутся глаза, кашель постоянно, дыхание, маски приходится ходить. Вся причина в этом. Кашлю, спать невозможно. По этой причине здесь вокруг находится амброзия на полях. Не убирают в течение 4 года, как я знаю. Поэтому надо принять меры какие-то по хозяевам. По обращению Магомеда Гаджиева на место выехали специалисты Руссельхознадзора. По итогу было установлено, что сорняки растут на частной территории на площади 5 гектаров. В результате составлен акт. Хозяину выдано предостережение. Ну вот очаги находятся. Вон вдоль забора, вон там подальше. Вот вся территория, вот это полный очаг. Полная территория вот в этих очагах. За забором тоже самое. Да, вон вдоль виноградников тоже самое идет. Очаги идут, большие кусты. Ежегодно тысячи жителей столицы страдают от светения амброзии. Очаги заражения выявляются с каждым годом. Так, по данным Руссельхознадзора, общая площадь произрастания аллергена достигает более 20 гектаров. Общая площадь заражения амброзии составляет около 20 гектаров. Нередки случаи выявления очагов амброзии вблизи детских, дошкольных, образовательных и медицинских учреждений. Опасность соседства карантинных объектов с социальными учреждениями связана с возможными последствиями. К примеру, пыльца амброзии вызывает амброзийный полез, который протекает в виде резко выраженного ринита, конъективита и мигрения тяжелой формы, бронхиальная астма, крапивница, отека в крынке. Сезон цветения амброзии обычно начинается в конце июня и заканчивается в середине октября. Пыльца сорняка распространяется повсеместно, ветер разносит его на сотни километров. Поэтому врачи призывают уничтожать сорняки еще до начала их цветения. По теме от Ханапова, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Товарооборот между Белоруссией и Дагестаном вырос на 30%. Об этом заявил руководитель Госкомитета по имуществу Республики Беларусь Дмитрий Матусевич, который посетил Дагестан с рабочим визитом. Взаимовыгодное сотрудничество, по его словам, будет продолжено. В наших торговых отношениях преобладают не только продукты, как с белорусской стороны в Дагестан, так и в обратную сторону, но и некоторые компоненты, некоторые элементы для строительства, например, стекло, которое не производится в Республике Беларусь, и ряд других. Сегодня мы проговорили с руководством республики и дальше будем развивать это направление. В идеале мы должны обмениваться на постоянной основе всеми потребностями, которые у нас возникают по запчастям, если говорить о каких-то мелочах, а также о крупных стратегических направлениях. Возможно, уже пришло время строить производство здесь сельхозтехники специализированной, также ремонт и обслуживание белорусской техники, потому что это конечная вещь всех продаж и сервисов, и это очень важно. 600 квадратных метров земли вернули в муниципальную собственность. Об этом сообщили в мэрии Махачкалы. Участок расположен по проспекту Акушинского между 7 и 8 линиями. Один из жителей города по подложным документам зарегистрировал право собственности на указанную землю, что послужило основанием для обращения в суд. Требования городской администрации удовлетворены. После оформления право устанавливающих документов на указанный земельный участок за мэрией города нами планируется строительство еще одного общественного пространства, где жители указанного микрорайона смогут проводить свое свободное время, как это уже было реализовано на двух отсуженных земельных участках, расположенных на территории проспекта Акушинского. Работа в данном направлении будет продолжена. Более 50 квадратных метров вместо положенных 30. 150 новых квартир для детей-сирот осмотрел мэр города Салман Дадаев совместно с заместителем прокурора Дагестана Глебом Михайловым. В ходе комиссионного обхода мэр города пояснил, что жилье между сиротами будет распределено с помощью жеребьевки. Инспекция проверила все помещения на предмет необходимого ремонта. Представитель строительной компании заверил, что в течение года любой изъян, выявленный в жилых помещениях, будет устранен силами строительной компании. У нас два земельных участка есть, и очень важно, эта школа на 400 мест по левой стороне, когда мы в Ленинген едем, по левой стороне, там земельные участки зарегистрированы. Если возможно, как это самое, тоже предложение, в первоочередной порядок включить строительство этой школы. Да, какую-нибудь маленькую справочку, это озвучить, и нам скиньте на электронку, что мы добавили, это вот, которое вы сейчас озвучили, моменты. Как раз-таки, получается, мы предполагаем, через несколько лет эти сироты создадут семьи, у них появляются дети, и этим детям надо будет как раз подойти. У нас все зарезервировано, земли зарезервированы, заявки поданы, вот если тоже будет со стороны... Да не только их дети, вообще дом, тоже наши же дети, они все. Столица Дагестана готовится к празднованию 165-летия со дня основания. Свыше 200 транспарантов в честь дня рождения Махачкалы украсили центральные улицы города. Тематические баннеры, светодиодные консоли появятся и в других локациях, в том числе и на оживленных проспектах и скверах. Махачкала готовится к объявлению мероприятий. И, конечно, в создании праздничной атмосферы важную роль играет оформление города. Управлением торговли и наружной рекламы города, согласно утвержденному мэру Махачкалы Салману Давову Брендбуку, завершается мероприятие по оформлению территории города. Праздничные баннеры, растяжки, флаги вы можете увидеть как на рекламных счетах, так и на садеодневодных экранах, так и на городском пассажирском транспорте. Мы приложили все усилия, чтобы праздник ощущался не только на тех локациях, где проходят мероприятия, но и во всем городе. К 165-летию Махачкалы на площади имени Ленина прошел и слет общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Участие в нем приняли порядка трех тысяч взрослых и детей. Также в рамках мероприятия прошла торжественная линейка, на которой более 600 учащихся были приняты в ряды движения. Отметим, что это самый масштабный прием в России в рамках одного муниципалитета. И о спорте. Футбольный клуб «Победа». Чемпион третьей лиги. Золотые медали. Первенство России зоны ЮФО и СКФО. Хасавюртовцы выиграли впервые в истории Дагестана. Судьба чемпионства решалась в заключительном матче турнира, где команде Исмаила Халинбекова достаточно было не проиграть ангушту из Назрани. Что в итоге и получилось при бурной поддержке родной публики на стадионе «Спартак». Встреча завершилась со счетом 1-1. Так, команда из Фасавюрта набрала 35 очков и стала недосягаемой для конкурентов. Таковы новости к этому часу. Смотрите нас на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. Всего доброго и до встречи.